добрый день с вами елена стрим сегодня с вами маникюр маникюр по просьбе подписчицы она просила сделать маникюр со стирками и я очень долго думал что сделать что придумать нужно что по стирку было красиво смотрелось и стемпинг я все-таки люблю поэтому никуда без него но и подписчица просила в тех что было и стемпинг придумала маникюрчик сейчас покажу что будем делать какую втирку вы использовать чтобы вообще использовать для стемпинга у меня на ногтях вот на этой руке уже нанесена база все я прекратил этот эксперимент свои использовала базу близ вот это вот очень классно очень супер сканами нравится и соответственно сделала укрепление акриловой пудрой поэтому вас сейчас наносить уже не буду уберу только липкий слой убежиривание полностью все все и приступим с вами к своему действию дела который я использовала слоем что я буду использовать такую фтиручку от бонбрите такая вот мерцающая красивая я взяла 27 цвет это вот этот гель-лак смотрите я упробовала на себе подложку на самом деле на подложке он нормально носить принципе два слоя ухватали здесь я этого делать не буду хотя бы потому что его открывать не буду он не нужен как такая подложечка для втирки скажем поэтому я нанесу аккуратненько два слоя потом буду наносить втирку он просто по цвету кстати очень хорошо подходит под тиркутность поэтому я выбрал если он носить на подложку меня просила там попробовать подписчица тоже то он два слоя хорошо ложится такой плотный цвет получается красивый яркий так тоже сделал маникюр то что есть идейка мне вообще де много буду их с вами вместе с вами реализовывать молиме скоро отпуск долгожданный поэтому видео будут выходить именно с маникюрами побольше в отпуске у меня этого именно в отпуске времени побольше будет идея думаю больше будет приходить я не буду переключать свою лампу там из режима в режим я знаю что он просохнут и за 10 секунд но для топа я использовал кстати говоря 30 секунд вот на всякий случай недавно видео смотрела там девушка раз говорила я знаю что это лампа суши за 10 секунд но на всякий случай сушу 30 вот это тоже про меня я знаю что она сушится 10 но чтобы не было уж точно каких проблем и время съемки это не приходилось там снимать переделывать мне проще просушить 30 секунд и все очень кстати долго думала внутрь рисунка у которой использовать потому что хочется все таки такую красоту открытия когда нанесла птирку это потрясающее мерцание у меня реально было желание оставить как так есть второй слой ну да он прямо так гейлак похож очень на витражный у меня таких гейлак вообще в принципе не было но я видел очень обзором такие гейлаки витражный нет у меня на тиме был витражный светло-розовый от плюсковой по моему по моему его дала систем как и большинство гейлаков которые обычно дают сестре и он понравился по моему сейчас вообще гейлаки не покупает приезжает просто у него гости берет то что и нужно все цветутся тут кстати гейлаком 27 он очень красивый все отправляю в лампу дальше что нам понадобится это топ с липким слоем пробуем эту втирку наносить на топ без липкого слоя неудачный вариант конечно можно постараться и втереть но это такой бред не кажется поэтому буду использовать цвету с липким слоем и у меня это коде и помнили цветов которым я остался с липким слоем то что близко у меня был на его полу отдалась реже опять так что будем делать давайте я сразу себе готовлю салфеточку которую мне понадобится буду дальше действие совершать я не буду делать сразу все ногти я буду делать по два пальчика ну естественно большой отдельный вот рук который уже сделает тоже делал по два пальчика на села во первых в ходе жидкий топ чтобы сто процентов нигде там не затекал учусь не случился скучь по два пальчика делать да и втирку насколько я знаю лучше все таки втирать в теплый такой еще мягко говоря не остывший топ помимо этого то что нам понадобится это вот такая вот щеточка вот такая вот кисточка тоже я использовал для стряхивания терпения сто процентов так спонжик нам понадобится такой вот виде кисточки сама тирку я конечно положил тут салфеточку но я точно знаю что сейчас все тут все будет в это стирки в этих блестках смотрите что я делаю я и все-таки стараюсь уложить сначала потом делать втирающие движение сначала все-таки уложить такими знаете более похлопающими движениями с такой укладкой то что она вся сыпется то что расход и будет минимальный нет но эффект классный я думаю что если вы делаете только себе как я на твой маникюр я очень редко кому-то делаю то вам ее принципе хватит надолго у меня темно на больших штук вообще точно ходит надолго так теперь аккуратно все это но знаете как нет втирать как мы делаем это бирс холл тирка нет именно так поверхностно больше дальше то что что делала брала вот эту вот кисточку убирала уже эффект этой призму появился есть этой стирки не вот эту вот она еще лучше все уберет смотрите какая красота конечно это очень красиво но мучиться с этим сейчас принципе по два пальчика если делать то не сильно то получение на самом деле мучиться будь в плане того что надо будет это все убирать вот тогда да потому что я уже сменила два коврика сейчас еще в процессе съемки будут меняться коврики явно так ставлю сушить она конечно безумно красиво но это все таки нефтирка мелкие мелкие блестки я куда я брала я думал что это будет минут втирка что это прям будет такой мелкий порошок у меня хром втирка и что это вот прям будет очень красиво хорошо втираться на том без липку свою мне это казалось не то мне совсем пришло что я хотела но принципе очень страшно так еще два пальчика опять же ведь если вы не сильно много возьмете я просто делала уже будет слишком много это пустого места может остаться конечно красиво все смотрится мне вот эти втирки пришли по моему после нового года я прям жалела что они не пришли раньше нет на новый год точно все такое что не сделано но все то же самое повторяем сначала одной щеточкой самой крупной убираем самое мелко дочищаем еще еще . и кстати вот это заказывал на алиэкспресс это у меня вообще в набор шло на алиэкспресс так вот самый бюджетный был у меня набор кисточек и в этом наборе кисточек была вот эта верная кисть но мне проще было вот так втирать то есть получается по два пальца у меня итог не успевала растечься в принципе вот на этом большом пальце у меня такое случилось что тут слишком много нанесла и он растекся потому что коде очень жидкий но по сути он очень жидкий и кто не любит такие толпы коде вам не понравится но надо прям чуть-чуть чуть-чуть сейчас я уже сверху посыпаю стараюсь посыпать над контейнером для сама втирка особенно еще в те места где еще нет ничего вот так сначала смотрите похлопываю легкими тут главное легкими потому что до этого я пробовала именно с нажимом делать на у меня такая ерунда какая то получилось ну посмотрите насколько это красиво это безумно красиво вот вообще можно вот так оставлять потому что это потрясающе красиво у нас с вами поэтому вот это все я убираю поменяла коврик что делать дальше для того чтобы делать потом стемпинг я сейчас покрою топом вот этот метод вообще не жалко будет блестках то будет блестках хотя принципе все блестки уже брала покрываю сразу все пять пальцев я вам говорила что у него консистенция приятная но по новкости это кошмар поэтому сейчас просто покрываю это все кстати когда вот эту руку покрывал новую господи не дай бог сейчас возьмет исчезнет весь вся красота вот этот блеск у нас внутри нет все остается будет замечательно у меня есть специальные кисточки для нанесения топа да там нафтирки их использовала особенно когда делала именно с хромом именно с хромом ну и я больше использовал потому что у меня на тот момент не было такого количества разных топов тогда да я их использую сейчас у меня большое количество топов и даже если мне один будет блестках лучше страшно тем более как покрытие основное это не планируясь я думал что это будет хороший вариант то показался не очень хороший ну край постарайтесь здесь запечатать я еще знаю что в тирке то что предлагают делать обычно это подпиливать еще я не пробовал такой вариант делала даже когда хром я делаю без этого и меня принципе хром отлично носился но говорят что если вот именно подпилить край ногти то в тирке будет хорошо очень носиться но я вам обещала больше маникюров поэтому ну если плохо проносится значит надо делать новый и радовать вас дальше маникюруми учту на будущее тогда что нужно подпиливать но вот пока пока будет вот так вот ну что все просохло сейчас тут нет липкого слоя но я хочу хочет блесток убрать потом приступать дальше наши блестки все равно остались по краям особенно но это конечно смены красиво вот прям можно так оставлять спокойно видите это будет самый классный потому что они сами по себе очень шикарно смотрится приготовил салфеточку и сейчас покажу что будем делать вот этот штампик мне недавно пришел он у меня тут конечно косячно не уже подписчица написала что ей пришел вообще в отличном состоянии вот ну вот мне не повезло но мне в принципе он нравится такой липкий вот если бы не этот косяк звук вообще будет он такой нарядный на самом деле плиточку которую будем с вами использовать это YZWLE21 вот эти цветочки здесь бабочку еще будем использовать лак для стемпинга будем использовать D мне он понравился мне еще понравилось как в принципе с ним работать как он себя ведет все отлично совсем забыла достать без ворсовой салфетки ну что приступаем сначала сделаем все ногти а потом уже тогда займемся именно оформлением указательного пальца вот эти цветочки подходят чем идеально у них большое расстояние видите то есть много открытого пространства которое можно прям видно очень хорошо втирку у меня было еще по другому идею сделать но там втирку очень мало видно а здесь прям очень хорошо видно ну видно как красиво выходит вообще прикольно что если бы еще не бракованный пришел но хотя видите вот своим что вот этот брак сбоку он мне не сильно мешает вот то что сбоку и очень хорошо берет на все рисунок смотрите как красиво даже здесь не очень пропечатать сейчас переделаю его тоже здесь прям все идеально пропечатывается очень круто вот прям очень хочу переделать конечно можно прямо не заморачиваться как я сейчас бабочку не буду сейчас увидите действия но сделать просто эти цветы это тоже будет очень красиво ну да получше остался большой палец и я приступил к указательному когда вы уже придумали стемпинг что делать он делается так быстро когда в процессе вы еще думаете что там это или не это сделать или другое сделать естественно дольше длится посмотрите как здорово вообще нам остался этот палец смотрите вот здесь я делала папочку и вот эта бабочка на артитку тут уголка не хватает сначала сделаю его края постараюсь ну и для этого естественно силиконовый штампик вот так лучше чем вот здесь вот у меня то что детали как раз крупные детали не хватало для управления смотрите классно так вышло сказал прям мега супер потрясающе но теперь нам нужна бабочка который вот сюда у нас полетит вот она бабочка и она летит как раз к этой штучке смотрите чуть-чуть она здесь не полностью влезла вообще мне здесь нравится больше чем то очень здорово да вот это детальки для обравления этой бабочки ну хорошо хоть на одной руке сделала там кто что нужно так пластиночка нам больше плиточку диск совсем уже пора спать вы не думаете что это всегда днем видео для вас но и сожалению не всегда чаще это бывает вечером ну и теперь берем толпа толпе я возьму близ он мне нравится экспериментов меня хватило ежи близ нормально консистенции не скажу что там густой или жидкий нет он нормально консистенции вполне отличный глянец опять же цена его радует это ночи не делал скилоками блесны у меня уже столько гиллаков столько идей ничего зато все вы с вами пробуйте делать так запечатываю край большой палец и всю танку и потом нам останется убрать грязь увлажнить наши ручки и все так отправляем лампу но вообще смотрите маникюр получился довольно таки простой эффектный он конечно мега нарядный за этих блесток втирки летний причем такие прям и бабочки и цветочки у нас с вами конечно при желании можно сюда в центра цветочков с разеки поставить мне кажется здесь это будет уже перебор потому что и так втирку блестит мерцает но вообще вот этот рисунок предполагает возможность тратик поставить все просохла смотрите очень здорово здесь даже лучше получился ноготочек теперь все это оттираем уже не первый раз не задают вопрос по поводу того надеваясь ли куда-то глянется у меня не девается но на самом деле если у вас такое получилось но хорошо покройте только вторым раз стемпинг лучше сохранится в конце концов второй раз не надо уже будет проходить жидкость стону покройте только второй раз я думаю ничего страшного не будет наоборот иногда вот мы с вами делать когда сложность там стемпинг и у нас там ладиент был обычными лаком для стемпинга покрываешь два слоя и отлично все проносилось ну что вы смотреть какая красота получилась конечно сейчас камеру поставлю поближе но и думаю вам видно как все мерцает это конечно потрясающе просто безумно красивый маникюр но я надеюсь что мои подписчицы маникюр понравится ставьте лайки подписывайтесь на мой канал обязательно комментируйте мои видео с удовольствием читаю все ваши комментарии до новых встреч подписчицы маникюр